Пусть ваши семьи искренними будут, пусть силы растет из года в год, доверия с надеждой в них пребудут, а то в нас будет радость и уют. Так в мире жили Петр и Феврония, они для нас прекрасные прозенцы. Пусть будет все прекрасно и спокойно у преданных и любящих сердец. Святые Петр и Феврония – покровители семьи и брака. Их трогательная история любви поражает чистотой, верностью и преданностью. Согласно преданию, они стойко выдержали все жизненные испытания и не позволяли грубых слов в адрес друг друга. Вот уже девятый год подряд, 8 июля, в День памяти святых Муромских, в нашей стране отмечается Всероссийский День Семьи, Любви и Верности. Мне нравится тот факт, что он заменяет День Святого Валентина, католичника, который у нас почему-то начал очень активно праздноваться. Ну, наверное, имел право в свое время на жизнь, но вот теперь широко входит в нашу жизнь День Святых Петра и Феврония, День Семьи, Любви и Верности. Мне это очень хорошо, потому что это исконный наш русский праздник, который олицетворяет, в общем-то, отношения людей к любви, к семье и к верности. Для меня пример крепкой дружной семьи – это бабушка и дедушка, которые 60 лет прожили вместе. Это была крепкая дружная семья. Если ты приходишь в пустой дом, если тебя никто не ждет, если в твоих стенах не звенит детский смех, ты несчастлив. Поэтому я хочу вас поблагодарить. Это большой труд – сохранить на долгие годы семейные отношения. Мне кажется, что это одна из самых-самых сложных задач, которые стоят перед человеком. Если святые Петр и Феврония – покровители семьи и брака, то белая ромашка – символ любви и преданности. Значки с этой символикой раздали всем гостям. В семье Ивановых двое детей, подрастают внуки. В этом году пара отметила золотую свадьбу, доказав крепость своей любви. Сегодня семья Ивановых у нас награждается медалью за любовь и верность, которая утверждена оргкомитетом Российской Федерации. И раз в год этой медалью у нас награждаются семьи, которые прожили, во-первых, долгие годы в браке, которые заслужили уважение, воспитали детей, сейчас воспитывают внуков. То есть достойные семьи в Раменском районе. У нас каждый год такие семьи есть, и каждый год они награждаются. Вот сегодня достойна этой медалью семья Ивановых. Мы познакомились в городе Раменском, на улице, десантной сейчас она называется, у ее двоюродной сестры. И у моего родного брата. Жизнь у нас такая была. И ругались мы, и мирились. Но стоило только в глаза в глаза посмотреть, мы серьезно никогда не ссорились. Не было так долго, чтобы мы долго не разговаривали. Мы всегда как-то быстро у нас проходили. И я, конечно, очень довольна мужем. То, что никогда меня ни в чем не упрекает, не ругает. Все прекрасно, все хорошо. Помогает мне по всем делам. И посуду моет, и где можно там на участке работать. Там все, все. Мирно живем, дружно. Такие жены очень редко в нашей судьбе. Я благодарен, что встретила ее и до сих пор люблю ее. Есть ли у вас какие-то общие увлечения? Общие. Любовь. На праздничном мероприятии поздравляли молодые семейные пары, состоящие в браке от одного до трех лет. А также крепкие семейные союзы юбиляров, стаж семейной жизни которых от 10 до 60 лет. Правда, бриллиантовые юбиляры поприсутствовать на праздничном мероприятии не смогли. Не остались без внимания многодетные семьи, ведь дети – основа семейной жизни. В семьях Валуевых и Дебеньковых по четыре ребенка. Аплодисменты Филиппу Николаевичу и Дебенькову Юрьевне. И это большое дружно с семьей. Также поздравили семьи с близнецами, с детьми, рожденными 8 июля, а также родителей маленького Алексея, который родился 1 июня, став тысячным рожденным ребенком в этом году в Раменском районе. Среди многих законов, которые находятся в работе в Государственной Думе, которые на выходе и в принципе, которые подготавливались, конечно, очень большое количество направлено на поддержку семьи. Это здесь все. Это и вопросы социальной поддержки, вопросы образования, вопросы конкретной адресной помощи отдельным семьям, вопросы борьбы со социальными явлениями, вопросы улучшения в принципе всей нашей жизни. Потому что вся наша жизнь – это и есть создание возможностей, чтобы человек родился, жил, учился, трудился, создал семью. Потому что не случайно говорят, что то государство сильное, где крепкая семья, и чтобы достичь мира во всем мире, это просто каждый день приходить в свой дом и любить свою семью. Крепость семьи в любви и верности, укрепятся или разрушатся семейные узы, зависит только от супругов. Друг друга храните во все времена, живите плату и когови, и пусть будет жизнь ваша освещена любовью и краем верной. Марина Медкевич, Алексей Гущин для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова